История русской церкви История русской церкви История русской церкви История русской церкви племенами, с монголами в виде руководителей. И если учесть, что уже когда монголы завоевали Русь, они создали административную систему на Руси, были княжества, но была своя административная система монгольская, которая имела одну цель, это забор воинов, забор людей, мужчин в армию. Это было для всей монгольской империи единое деление, делилось на территории, с которых можно было взять 10 тысяч воинов. В чему? Вот Русь была разделена на 43 тьмы, то есть Русь имела на побор воинский 430 тысяч мужчин, которые способны держать оружие. Не факт, что всегда эти люди набирались, скорее всего, не всегда и почти никогда не набирались, потому что люди уклонялись от воинского набора, но важно то, что монголы уже после завоевания Руси, после того, как, естественно, значительная часть людей погибла из воинов и из мирных жителей во время нашествия, тем не менее, могли представить себе, что Русь может дать 430 тысяч воинов, то есть обычным набором, один в десяти от мужчин. То есть мы понимаем, что армия, которая могла бы в чрезвычайных ситуациях выставить русская земля с набором один к пяти от мужчин, она была бы равна примерно миллиону человек. Это намного больше армии, которая пришла с Баты. Тем более, не забудем, что хотя и татарское войско было прекрасно экипировано и воински оснащено, и русское войско было прекрасно экипировано и прекрасно воински оснащено. Если вы посмотрите даже на архитектуру предмонгольского времени, вы видите, что это в основном реплики, ну пусть провинциальные, но романская архитектура Запада. И русское войско, русские дружины строились по принципу западного рыцарского войска. Это были закованные влаты, воины, в общем, с тяжелым оружием. Так что они могли постоять за себя. И надо сказать, что немножко позже князь Даниил Галецкий в 1256 году разгромил татарское войско. Ну, потом, поскольку он был один, он был вынужден все равно признать их власть. Но в этом не было ничего невероятного. Почему же Русь проиграла и так страшно проиграла? По той самой причине, которую мы закончили прошлую лекцию. Это причина духовная, не военная, не геостратегическая. Это невероятная раздробленность и расколотость русской земли, борьба князей друг с другом, полное забвение в среде княжеской, в среде гражданского населения, вот тех христианских церковных норм, единство, братолюбие, жертвенности, которые, как вы помните, утверждались образами Бориса и Глеба на Руси, но которые не реализовались полностью. И вот теперь первый князь Рязанский, на которого пришли татары, он призывает великого князя Владимирского, Юрия, помочь ему и князей Черниговских, своих братьев, помочь ему. Князь Владимирский вообще обижен по ряду причин и был за что на Рязанских князей не приходит на помощь. Князья Черниговские присылают небольшую дружину, сравнительно небольшую дружину, и медлят. Когда они пришли, уже, к сожалению, было все кончено. И, естественно, татарское вольство уничтожает, громит Рязанскую землю, которая с ней один на один. Потом точно так же Владимирская земля. Князь Юрий Владимирский, который сейчас канонизирован и причислен к лику святых, во главе своего войска выходит против татар и дает им сражение на реке Сить. Но его собственный сын, Александр Невский, не приходит из Новгорода к нему на помощь. Он остается в Новгороде в это время. И, значит, не сын, простите, племянник. И потому что потом как раз отец Александра Невского потом занимает Владимирский престол после гибели князя Юрия. Вот. И, опять же, Владимирские войска после тяжелой битвы, кровопролитной битвы, где, по-моему, на одну, то на другую сторону, в итоге проигрывают. Естественно, и города, и Рязань огромная, и Владимир завоевываются, мирные жители пытаются сопротивляться, но не могут. И так в следующем году завоевывается Киев, Южные княжества. И так вся земля русская оказывается во власть татар. То есть оказывается не по причине абсолютного несоразмерности мощи, а по причине полной раздробленности нравственных, хотя это одна семья. Все князья одна семья, одни Юриковичи и близкие родственники, противопоставленные железной дисциплине монголов. Эта железная дисциплина тоже потом рухнет, но примерно через полсотни лет. Так вот, это завоевание имеет два исключения, пожалуй. Первое исключение, ну три, скажем, три. Первое исключение – это Новгород и Псков. Татарские войска непонятно почему после разгрома Владимирского княжества пошли дальше, дошли до Торжка, сожгли Торжок, а потом в районе, который назван Игнач-Крест, это где-то район Селигера или Валдая, остановились и повернули назад. Очень не исключено, хотя это, конечно, не зафиксировано ни одним документом, что князь Александр Ярославович договорился заранее с татарами, что он не идет на помощь своему дяде, соответственно, они не громят его в отчину. Князь Александр уже два года к тому времени князь Новогородский. Второе исключение – это Литва. Литва, которая в это время тоже организуется, и отдельные литовские племена, еще языческие, начинают собираться вокруг князя Миндовка, Миндовга. Я пишу. И сам князь принимает католическую веру, католики крестятся с западным обрядом, и литовцы отражают татар. Там, правда, небольшие отряды идут, там болота, но они отражают татары, и татары в Литву не идут. Батыева войско идет южнее, идет через Польшу и Чехию в Австрию, но там происходит таинственная, тоже не совсем понятная вещь. Венгрию они завоевывают, подходят к стенам Вены, и у Клостенбурга останавливаются, стоят и поворачивают назад в степь. Да, формально понятно, почему начинается распри за великий престол главы монголов, великого хана монгольского ханства, и Батый спешит в Каракурум. Это понятно, в свою столицу. Но он мог бы оставить гарнизон, как он оставил на Руси. Руси же оставил гарнизон, он же не эвакуировал Русь. А Венгрию он эвакуирует и дальше не идет. По всей видимости, только перспектива сражения с армией всей католической Европы и императора, который Папа Иннокентий IV в это время созывает всех на защиту от монголов, по всей видимости, сама эта перспектива столь была неблагоприятна для Батыя, и что он решил из католической части Европы уйти полностью. Поэтому он один год правит Венгрией и без... А венгерский король бежит на острова, которых сейчас очень любят многие из русских отдыхать, на острова Адриатического моря. Но через год, без всяких крупных сражений, а сражение было до этого, когда он победил венгров, но теперь без всяких крупных сражений он уходит. Католический мир освобожден. Ничего подобного не происходит с Русью. Значит, и, наконец, Даниил Галицкий. Это третий пример. Даниил, Галицкое княжество, тоже управлявшееся рюриками, находившееся на западе, на самом юго-западе русских земель, в прямом, теснейшем контакте с западноевропейскими государствами, с Польшей, Венгрией в первую очередь. Даниил Галицкий решается принять западный обряд, чтобы и ему помогли императорские войска, потому что у него не хватает своих войск. Он говорит о том, что он готов это сделать, не дожидаясь даже его крещения. Иракентий IV посылает ему королевскую корону. Даниил становится королем Волынским и Галицким, но вспомогательные войска не присылает. И народ не отказывается, и епископы категорически откажутся переходить в западный обряд. И, в общем-то, Даниил сам тоже не переходит в конечном счете и подчиняется татарам. Вот, собственно говоря, такой расклад на Руси. Что означало татарское завоевание? Татарское завоевание означало огромное изменение всей жизни. Первое – это почти полное уничтожение ведущего слоя русской земли, культурного народа. Этот слой был или уничтожен физически, погибли рыцари на поле боя, погибли горожане во время штурма и захвата городов, или был уведен в полон, потому что талантливых инженеров, строителей, ремесленников татары очень ценили. И если их обнаруживали, врачей, если их обнаруживали, они их уводили в Каракурум, во внутреннюю Монголию, где они им служили и неплохо жили, но, естественно, для Руси они были навсегда потеряны. Второе – это исчезновение городской культуры. Русь, вот предмонгольская, была городской страной, где крупные и небольшие города образовывали сеть культурную, политическую. Теперь эти города были все сожжены и разорены, кроме одного исключения, двух, вернее, исключений – это Новгород и Псков на севере, и достаточно отсталый кусок, прилегающий к литовскому княжеству – это нынешняя Белоруссия. Это нынешняя Белоруссия, это Полоцк, это Брест, это Гродно, это то, что называли, особенно западная часть Белоруссии, то, что называли Черно-Россией. Вот есть Белоруссия, это в основном районы к Минску и к Востоку, а это Черно-Россия, это районы к западу от Минска. Вот они тут же оказываются под протекторатом Миндовга, и на этой территории начинает формироваться исключительно интересный феномен литовского государства, о котором я потом чуть позже скажу. Но, да, и вот эти два исключения. А вся остальная Русь, города уничтожены, осталось сельское население, даже те горожане, которые остались, бегут в леса. Сохранились описания того времени у летописцев. Тогда же, по 1939-1939 годам, Суздальский летописец пишет, «Тогда же биопополох зол по всей земли, и сам не вениху и где кто бежит. Если появится где-либо хотя бы один татарин, то многие наши не смеют ему противиться, а если их двое или трое, то многие русские, бросая жены детей, обращаются в бегство». Поэтому понятно, что бегут в леса, бегут туда, где можно спрятаться. Особенно печально участь самых богатых, южных княжеств, которые находятся в лесостепной, почти степной полосе. Там некуда спрятаться. Они разорены полностью. И они, в отличие от остальной зоны Руси, это Киев, это Переславль, они включены, это значительная часть галецких земель, они просто включены в татарское государство напрямую, без всяких князей. И там пасутся кони, татары. И поэтому куда деваться народу? Он разорен, сельское хозяйство невозможно, бегут на северо-восток, в леса, спасаются. Третье, это прекратилась торговля полностью. Нечем торговать больше, ремесла нет, города разорены, а обложена десятиной, вся русская земля обложена десятиной доходов. В основном это сельские доходы, это то, что дает земля, это крестьянские доходы. И уже больше нечем торговать, ты, главное, отдав эту десятину, выжить. Выжить. То есть начинается борьба за выживание. Самое тяжкое, что может быть. Культура всегда умирает, когда борьба за выживание. Потому что когда человек думает, чем ему прокормить себя и детей, ему не до высоких творений. Действительно, на Руси прекращается практически лето Писание, прекращается каменное строительство полностью, полностью. В это время, уж не говоря о городском строительстве как таковом, за исключением вот тех земель, которые не были завоеваны татарами, то есть север и северо-запад. Четвертое, это рекордский набор, вот о котором я уже упомянул. Молодых мужчин постоянно забирают в Орду. Одного из десяти мужчин от младенца до старца. Понятно, что ни младенца, ни старца в Орде не нужны. Значит, берут молодых мужчин. Значит, огромная нехватка людей. Пятое, князья под властной Орде теперь. Раньше как строилась после Владимира система организации жизни? Вече, городское Вече, князь Рюрикович, и он фактически воинский предводитель, ну, как бы на индийский манер, Раджа, а при нем существует Вече, которая решает, какой князь люб, какой не люб, какие деньги давать, какие не давать и так далее. То есть народное собрание и княжеская власть, которая находится вот в таком, ну, некотором, да, балансе. Теперь над всем этим появился царь Ордынский, или как его называют наши летописи, поганый царь Ордынский. Но слово поганый не имеет никакого негативного значения. За него молятся в церквях, как за поганого царя Ордынского. Слово поганый в негативном слове. Поганус, что это? Язычник. Язычник, да, неверный, неверный царь Ордынский, не христианин. Это теперь для нас поганец и поганка имеют другое значение. Вот. Поэтому, значит, теперь этот царь требует себе повиновения князей. Через князей, которых он ставит, он им дает ярлыки на княжение, то есть право на княжение, он от них требует, собственно, двух вещей. Политической покорности, вплоть до того, чтобы их руками собственных братьев, которые выступают против татар, казнить и разорять, и дани, и дани. Сначала дань собирают сами татары, потом она переходит к князьям. В любом случае, и для первой, и для второй роли никакой вещи не нужно, она только мешает. Вечно, какой-то свободолюбие, какой-то защита народа. Вот. Поэтому вещь перестает собираться. Постепенно отмирает повсюду на той территории, которая прямо подчинена татарам. На севере, в Новгороде, Пскове, и на северо-западе, в Черноруссии, она, естественно, сохраняется. Следующее. Значит, и граждане городов, граждане, которые мужи-вечники, как их называет новогородская летопись, превращаются в данников. То есть, если сделать вывод из того, что вы только что сказали, получается, благодаря татарам-монголам в России, так скажем, очень рано умерли какие-то традиции демократии народовластия. Подожди, еще я не все сказал, будет еще хуже. Вот. Следующий момент связан с крестьянством. Потому что факторов больше. Это важный очень фактор, который надо понимать. Следующий момент – это крестьянство. Крестьяне, которые бегут с юга на север, спасаясь от монголов и желая просто продолжать делать единственное то, что они умеют, то есть, возделывать землю, они оказываются в новой ситуации. Там-то, на юге, земля была их. Это была их собственная земля. Это верфь имела землю, это была община. Кое-где было единоличное владение землей. Но это была их частная собственность. Так и признается в законах, в киевских законах, что это частная собственность крестьян. Вот. Они платят налог. Теперь у них нет никакой собственности. Они приходят на север, где у них нет земли. Земля у князя. Земля пустая, потому что значительная часть их земледельцев севера погибла, разбежалась, взята в плен. Значит, землю можно давать, но это не их земля. Они арендаторы. На новой земле они арендаторы. И более того, они же прибежали без скота, без орудий. Все им дает князь. Денег нет, почти нет. Поэтому дают, естественно, натурой. Поэтому они арендаторы, связанные с зависимостью, обязательствами с князем. И таким образом они попадают... Да, а не будем забывать, что земли-то другие. На юге это черноземы, которые дают прекрасные урожаи. А во Владимирской земле, во Владимирском ополе, цуглинок, который дает намного меньше урожай. И поэтому крестьяне попадают в экономическую зависимость. Соответственно, они становятся зависимым населением. Которое потом вырастет, крепостная зависимость. Она еще не выросла, но она вырастет. При этом и своим воинам, своим дружинникам князь уже не может платить серебра, потому что торговля прекратилась. Нет. Что он им дает? Он им дает тяглые села. Слово село для нас с вами связано с понятием деревни. Но на самом деле, если вы вдумаетесь в этимологию слова, оно связано со словом селиться, жить. То есть он дает им людей на земле. На земле. Из-за этого и помещает их на землю, где люди будут работать на него. То есть они будут ему натуральный продукт давать. Так возникает прототип будущего, слово помещать на землю, помещичьего хозяйства. Кроме того, очень важный момент, редко учитываемый, это десятина в женщинах. Монголы требовали десятина во всем, в женщинах тоже. И понятно для чего. Не только для гаремов, огромное собственное войско. Одни мужчины. Понятно, нужны женщины, чтобы мужчины чувствовали себя более комфортными. Конечно, никто не хочет отдавать женщин. Своих дочерей, своих жен, тем более. Вот, никто не хочет. Значит, их прячут. Их прячут. Не говоря о том, что часть женщин все же выводится, и в этом смысле население тоже обескровливается. Но женщин прячут в теремах. Если женщина в Киевской Руси ввела публичную жизнь, в хорошем смысле этого слова, была общественным существом, то теперь она заперта в тереме. И она во многом становится, ну, если угодно, невольницей мужчин. А мужчины, живя без женщин в своей публичной жизни, естественно, течают, грубеют. Поэтому огрубение нравов происходит очень быстро на Руси. Наконец, что нам уже имеет, для нас имеет самое прямое значение, это православная церковь. Дело в том, что монголы сначала, естественно, относились совершенно равнодушно к православной церкви. Они их грабили, когда завоевывали города, убивали, не глядя, и священников, и епископов, и монахов. Грабили ценности, не думая, что это святыни. И мнение некоторых наших ученых, например, Карташова, что монголы с самого начала очень благоговели перед Русской Церковью, неправильно. Ничего не благоговели. Разоренные и сожженные храмы, ограбленные, это прекрасное свидетельство повсюду. Но монголы были опытными политиками. Они прекрасно видели, что на Западе именно Католическая Церковь объединила разноплеменный Запад. Романцев, германцев вместе. И пришлось убираться вон. Поэтому надо было отделить Русь от Запада религиозной стеной. Сделать так, чтобы русские никогда не могли считать Западную Церковь своими братьями. А не забудем, что время было тогда такое, что еще все было очень неясно. Мы все знаем, там, 1056 год, время Великой Схизмы, но это мы знаем. Никто не считал в Европе после 1056 года, что Церковь раскололась надвое. Это был какой-то конфликт среди высшего духовенства между Папой и Константинопольским патриархом. Мир продолжал считать себя единым христианским миром. И тому доказательство, в том числе и энтузиазм, с которым в Европе собирались крестоносцы для того, чтобы освобождать Византию. Но когда крестоносцы в 1204 году завоевали, совсем не из-за религиозного рвения, а из-за жадности, завоевали Константинополь, это не у меня. Но все отключим. Вот, завоевали Константинополь, тогда, причем жестоко завоевали, и так же, совершенно как татары, разорили святыни, оскорбили духовенство и религиозные чувства греческого народа, тогда произошел раскол. Вот тогда, на самом деле, Схизма началась с начала XIII века, а совсем не в XI веке, реальная, в сознании людей. Но ей было только тогда несколько десятилетий. И до таких медвежьих углов, как Русь, естественно, доходила в очень ослабленном состоянии. Следовательно, для монголов было важно, чтобы Русь усугубила эту разделенность, а не преодолела ее. Посмотрите, что делают постоянно. Да, и были основания для этого. Римская церковь ведь не дремала. Она постоянно предлагает... Естественно, вы знаете, что и грекам постоянно предлагали унию, союз, но она предлагает и русским. Известно несколько попыток, к тому же Александру Невскому, обращений римских легатов с предложением соединиться с Западной церквью. Обещают помощь, обещают Владимирскую корону, власть над русской землей и независимость от татар. И я думаю, что это не пустые обещания. В 51-м году к Александру приезжают два епископа, посланцы римского папы, с этим предложением. То есть, постоянная вот такая борьба. Что в этом случае делают татары? Они освобождают русскую церковь от налогов вообще, от десятин всех. До этого все было. Это происходит в 1270-м году. И ставят русскую церковь в привилегированное положение. С одним условием. Никаких контактов с Западной церковью. С тех пор в русских церквях начинают молиться о здравии поганого царя Ордынского, как я уже говорил. И при этом проклинают латынское богомерзкое служение. То есть, происходит вот это разделение. Оно очень выгодно татарам. Отделить. Что это означает практически? Что это означает практически? Это означает практически, что культурная связь с Западом, существовавшая вот до начала, до первой четверти, скажем, до половины 13 века, несмотря на все эти схизмы, прекращается. Прекращается. Полностью. Полностью. Это очень такой важный момент. При этом говорят, что Русь раскрылась, сейчас евразийцы очень любят говорить, что Русь открылась в Востоку. Да никому она не открылась. Хан Узбек, который правил в 1313-1341 годах, принимает ислам в качестве государственной религии Орды. Соответственно, ислам Русь уже не принимает. Поэтому Русь закрыта и для Востока исламского, он чужой, и для Запада, который еще более чужой. Как-то не странно. Хотя, вроде бы, это христиане. И не забудем, что большинство северных монархов Европы родственники довольно близкие русских князей. Викинги. Ну и, наконец, последнее последствие, которое имеет и духовное, и светское значение, это комплекс раба, который, к сожалению, все более и более распространяется на Руси и даже приветствуется в летописи. Потому что, чтобы выжить, и тем более заслужить покойную жизнь, надо лицемерить. Надо показывать любовь и дружелюбие к завоевателям. Иначе плохо будет. А завоевателей, естественно, ненавидишь. Если ты имеешь какую-то власть, надо, эту власть татары требуют употреблять, чтобы собирать им дани и налоги. Соответственно, должен из своих собственных братьев и сестер выдавливать последнюю копейку отношения к нишам, как к рабам, и при этом отдавать все это татарам и кланяться им. Вот это больное отношение, которое у нас сейчас в современной поговорке, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Вот это оттуда. Это оттуда. Происходит. Было ли воспринято татарского завоевания как раз и навсегда данность? Нет, конечно. Нет. Во-первых, как оно было осмысленно? Оно было осмысленно в летописях сразу же, как наказание за грехи самих русских людей. За наши грехи. Все плача о погибле русской земли. Это, кстати говоря, замечательное произведение русской литературы. Все плача о погибле русской земли. В них рефрен мы не уберегли нашу красиво украшенную и вельми красную землю русскую. Не уберегли чем? Не тем, что там не готовились к войне. Готовились. А тем, что не хранили христианских установлений. Тем, что были друг к другу волки, а не братья. Тем, что в нравственной своей жизни не соблюдали христианских принципов. Вот это все. И, конечно, этот весь комплекс не обвиняли другого. Интересно, забегая немножко вперед, скажу, что когда русские осмысляли смуту и выход из смуты начала 17 века, то каждое сословие обвиняло другое. В том, что Русь вошла в смуту. Вот тут этого еще нет. Обвиняли сами себя. То есть самое здоровое установление. Обвиняли сами себя в том, что вот так все произошло. И, конечно, начинается сопротивление. Ну, первое это Евстратико Лаврат, черниговский воевода, который увидел разоренную Рязань и ушел партизанам и сражался. Но, конечно, самое мощное первое восстание – это восстание 1248 года, когда два брата Александра Невского, Андрей Владимирский и Ярослав Ярослава Четверской поднимают восстание. Выгоняют Баскаков из земель Средней Руси. Александр тогда князь Новогородский и Киевский. Ну, Киев разорен и сожжен. Фактически он князь Новогородский. Что делает Александр? Новогородцы мечтают присоединиться к восставшим южным княжествам Владимирскому и Тверскому. Они смещают одного посадника и выдвигают другого, Михаила Степановича. Значит, Михаила Степановича смещают и посадника Ананию, сторонника борьбы, выдвигают. Военное напряжение растет. После нескольких конфликтов оно достигает своего апогея в несколько другой диспозиции в 1255 году. Что делает Александр Невский? Александр Невский выступает на стороне татар. Он, к тому времени победитель немцев, литовцев и шведов, он выступает на стороне татар против своих братьев. Андрей бежит в Швецию, а Ярослав бежит в Псков, а Александр Ярославович, Александр Невский заставляет новогородцев выплатить дани, угрожая разорением новогорода от татар, ослепляет или отрезает носы тем, кто был против этого, тот, кто были настоящие патриоты, желавшие свободы. И вот это и меняет посадника на своего человека. Опять возвращается Михаил Степанович посадник. Что это происходит? Происходит то, чему опять в новом контексте будет знаменоваться русская духовная жизнь. Это попытка борьбы за власть, а Александр мечтает стать единовластным правителем Руси, попытка борьбы за власть с помощью татар. Татар только это и надо. Естественно, отделение церкви от западной и внутренние междоусобицы между князьями Юриковичами. Это просто идеальная ситуация для управления богатой и в то же время очень сильной потенциально страной.